Зачем ослу длинные уши? Здесь посетители при входе облачают в старинные одежды и вместо обычной экскурсии они неожиданно попадают на практический семинар по истории быта древних иудеев. Кроме короткой вступительной лекции, все остальное путешествие уже идет по принципу «сама-сама». Эвивит сама научилась молоть зерно, а из муки лепить лепешки. Рецептура проверена веками. Так в израильском царстве пекли хлеб еще во времена царя Соломона. Как только ты попадаешь сюда, ты вдруг чувствуешь, что оказался в совершенно другом мире, в другом измерении, в Галилее, но только две тысячи лет назад. В Галилее, чего не коснись, все цитаты из священного писания. Вот так свое стадо стриг еще Авраам, а таким нехитрым способом пряжу превращали в тонкую нить еще при Исааке. И грубую шерстяную одежду скотоводов носил еще и Аков. Спустя века юный Давид сплел из овечьей шерсти смертельное для Голиафа оружие. Прощу. Минахим Гольдберг, основатель и директор парка, отец большого семейства. У него пятеро сыновей и дочь красавица. Собственно, ради них он и основал парк иудейских древностей. Хотел дать своим детям урок практического религиоведения. Его младший сын Элазар постигает веру руками. Надоили молока, добавили в него молочный сок из плодов инжира, помешали веточкой фигового дерева. Через 15 минут на глазах изумленной публики молоко превратилось в сыр. В современной жизни есть много всяких вещей, которых не было раньше. Зато раньше все было тихо, спокойно. Хотя сейчас интереснее. Мир движется вперед. Двигаться по древней земле, чтобы понять, услышать ее, надо все-таки не спеша, с чувством, с толком и на ослике. Мерно покачиваясь в седле, юный Элазар быстро путешествует по интернет-просторам. Эти вьючные животные предоставляют своему седоку широкополосный доступ в мировую сеть на базе Wi-Fi. Мы живем в современном мире, пользуемся современными туалетами, мобильными телефонами. Так я не вижу причины, почему не дать людям возможность прямо во время поездки на осле выйти в интернет. Это такое развлечение. Это мост между древними технологиями и хай-теком. Нам это нравится. С помощью местных ослов теперь любой посетитель парка может мгновенно отослать свое фото друзьям. Смотрите, я на осле. И тут же получить восхищенный ответ от друзей. Все-таки интернет-ослы встречаются не каждый день. Возможно, сами того не желая, работники этого парка из своей древности неожиданно заглянули в будущее. Теперь всем верующим понятно, каким образом они узнают о приходе Машеха, Мессии. Да и из интернета. Достаточно Мессии набрать текст «Я иду». И Ослик с раутером разнесет это весть ко всему свету. Главное, чтобы Мессия не ошибся с выбором Ослика. Пока из 30 ослов в парках Фаркедом провайдерами в древнем поселении работают только пятеро из них. Евгения Ирых, Ролан Новицкий, служба новостей 9 канала.